Всем привет, друзья! Вы на канале Типа АТОП! Меня зовут Дима, и сейчас будет реакция на новую серию скибетистов плюс два разбора от Армхова и от Фордила. Мы делали эту реакцию у меня на вчерашнем стриме, и сейчас будет запись со стрима, так что перед началом не забудь подписаться на мой канал, чтобы не пропускать стримы в том числе, а также забегай в мой телеграм, там всегда новости, когда следующая реакция стримов сплеим многое-многое другое, и погнали смотреть, что там будет. Посмотрим, что будет в этой серии, потому что... Снова-таки, история-то закончилась, понимаете? В прошлой серии Вантузмена мы потеряли, все как бы забили, всех забили и так дальше, осталось только развивать дальше историю с астроскибетистом, а что будет дальше, уже посмотрим сейчас. Так, не понял, сейчас, подожди. А-а-а-а, мы сейчас наблюдаем за, ну типа, за тем же самым временем, только с другой стороны, так получается. Хорош. Прямо сейчас параллельно два наших героя идут... А чё, звук пропал? Он у всех пропал? Звук из-за авторского вырезали? Ха-ха-ха-ха! Из-за авторского права вырезали звук у оригинальной серии скибетистов? Одну движуху развалили. Та, одна из движух, которая пыталась прорваться, только что развалили. Хорошо, есть ещё одна движуха, и они все так комфортненько друг за другом наблюдают через планшеты. Красавчики. А чё ты, псина, флексишь? Я ничего не могу понять! Твоих разваливают на части! Два ваших героя, единственных два человека, дошли до монстра, он стоит там, флексит. Или уже всё хорошо? Или это вы в записи смотрели? Или вы флексите, потому что вы победили, а сейчас уже просто вывозите своих всех, кто остались. Кто ты, воин? Шо? К ноге? Так, не понял этой истории. Опять вырезали звук! Это просто невероятно! Такого не было в оригинальной серии. Я же оригинальный канал открыл, правильно? Давайте чекнем на всякий случай. Да! Ну, вроде бы как. Да, но оно всё равно самым первым появляется. Прикиньте, вырезают звуки. Типа... Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Вертолёты, вертолёты! А-а-а, ну вот он, ха-ха-ха, собственно, я тебя ждал, думаю, где же ты появишься, когда же, хотя снова-таки я предполагал, что его заявят буквально, ну не в следующей серии, а типа через 2, через 3, после того, как будет финал истории, нет, его заявили сразу в предыдущий. Так он, получается, все это время был на базе, тогда, когда мы раздавали люлей профессору, он просто сидел где-то и прятался, крыс этой галимая, зато надел костюм, вот этот вот здоровый, как вы видите, прекрасный, это же не его тело, вы же понимаете, это же тоже, наверное, какой-то экзоскелет, очень сильно большой, заряженный пушками, и решил попетлять, да? А-а-а! Что такое-то, ну? Вы что, всех переложили? Просто так? Вот так вот легко? Ну, их, наших-то, конечно, было вот так вот горсточка, это тоже нужно понимать, ну так просто вылетел и перевалил, а что вы чилили в натуре? Сидел, слышишь, там вот началось-то чего, когда мы перешли на эту компанию, чувак видит в планшете, только что мою движуху развалили, другая движуха движется вдвоем, бить профессора, давайте пофлексим, правильно? Что бы нам не пофлексить, давай пофлексим. Да флексились! Опять звук выпилило. Уникальная сеть, вообще. По мне лупить собрался! Нас сейчас перенесёшь в чей-то планшет? Перенеси нас в чей-то планшет! Они что, всех зачистили? Ах ты смотри, скотина! Ух ты, пришёл! А это какой из? Потому что их же несколько одинаковых, я их всё время путаю. Смотри, какая сволочь! Что ты пыришь на меня? Лети отсюда! Твоё место в космосе! Прикинь, какая непонятная серия была, да? Повыпиливали звуков. Да, я понял, что он имел в виду, когда показывал типа вниз. Они внизу, и он, скорее всего, их слышал. Либо типа нам ещё заявили о том, что на камне там вот этот вот типа вести код. Ты вводишь код, и скорее всего открывается ерунда. Но нас опередили. И не просто опередили, а развалили нас на части. К сожалению. Сейчас идём смотреть с вами разборы. Я думаю, что интересно, разборщики смотрели с выпиленным звуком? Или ещё тогда, когда звук существовал на канале? Потом смотрим Армхова, всё по стандарту, всё хорошо. Пожалуйста, объясни мне, что там происходило, дружище. Давай. Писот начинается с того, как агент, от лица которого мы наблюдаем серию под взрывами, смотрит на своём планшете происходящее внутри базы скибедистов от лица Вантузмена. По описанию серии, которая гласит, пока Альянс был занят с учёным, кто-то сбежал. Можно с уверенностью сказать, что события данного эпизода происходят в то же время, что и события предыдущего эпизода. Как только дверь к учёному открывается, сигнал пропадает. В предыдущих сериях я говорил, что возможно, когда на экране камераменов появляется надпись об ошибке передачи изображения, с этим может быть как-то связан до фак, который не хочет, чтобы информация о его присутствии куда-либо передавалась. И как мы видим, данная теория оказалась верной. Не только верная, а ты максимально точно об этом сказал. А я совсем забыл, что когда дверь открывалась, то у нас были помехи, мы становились невидимыми. Так в теории, если бы движуху не разорвало, вот сейчас вот эта вторая, я не знаю, назовём её команда номер два. Типа команда номер один бьёт сейчас профессора, команда номер два её сейчас развалит на части, а команда номер три повстречает Джимена. Ну, вот так вот, поняли, технически. Так вот, команда номер два, если бы их не развалили, и они там не поймали на себя очень большую ракету, то, в принципе, они бы продолжили видеть всё, что происходит с нашими командами номер один, потому что у них бы всё вернулось на место, правильно? Потому что помехи бы исчезли, и дальше было бы всё понятно. Мирамэн поднимает голову и видит летящий телевизор ТВ-мэна Титана. Ну это да. Тут же наш агент замечает, как один из тяжеловооружённых скипидистов запускает в этот телевизор ракету, которая сбивает его. Тут же мы видим, как на поле боя появляется... Вот почему они были потрёпаны. Это постоянно говорили оба разборщика в прошлой серии о том, что обязательно нам покажут, может быть, в расширенной серии, может быть, в следующих, те моменты, где, собственно, вот разбился телевизор, вот он разбился, а где, короче, всех потрепало, где был какой-то безумный бой, и почему, собственно, когда открылась крыша, они все были такие потасканы. Со все три Титана ТВ-мен Титан подбирает упавший телевизор и вставляет его на левое плечо. Теперь понятно, почему в предыдущей серии, когда Титаны пришли добить учёного, у него был повреждён экран на левом плече. Титан ТВ-мен задом наперёд говорит, «Ты уже покойник». Оказывается, у скипидистов остался козырь в рукаве. Из-за скал показываются гигантские пусковые установки, которые выстреливают в Титанов. Титан Спикермен и Титан Камерамен выстреливают в них, стараясь бить на подлёте, а Титан ТВ-мен взмахивает своим клинком. Как я и предполагал в предыдущих своих разборах, клинок Титана ТВ-мена может обладать способностью выводить из строя электронику. Так он вывел электронику так, что мы поймали её? Вот это он так вывел её? Класс, красавчик, спасибо ему большое. Видимо, эта теория тоже оказалась правдивой, так как далее мы видим, что ракеты начинают падать. К сожалению, они падают и на Камерамена, который погибает. За этим всем наблюдал через свой планшет уже другой Камерамен, от лица которого мы продолжим смотреть серию. За скалами виднеется этот самый взрыв, который оказался очень мощным. Но сколько я понимаю, то как минимум у Фордила со звуком было всё хорошо. И вот я видел только что писали в чатике о том, что это был баг Ютуба, что у меня не было звука. Но лишний раз потом можно будет чекнуть и вам тоже и послушать, выпилили ли этот звук полностью, либо это действительно у меня что-то подлагало. Но так как в предыдущей серии Титаны живы, то можно за них не беспокоиться. Наш оператор на этот раз располагается рядом с группой зачистки, которая осматривает округу. Группа номер 3. У агентов спокойное, и мы даже видим, что один спикермен отплясывает. Камерамен оглядывается, и мы видим, как ремонтный отряд чинит раненого агента. Другие члены отряда о чём-то переговариваются. А в ангарах находятся уже погибшие скибедисты. По всей видимости, зона вокруг базы скибедистов уже зачищена. Рядом с отрядом падает вертолёт Альянса, и к нему уже бежит ремонтный отряд. Вдруг агент замечает, что один камерамен сидит и рассматривает какие-то металлические швы на песке. А также наш оператор замечает на булыжнике кейпад для ввода пароля. Камерамен показывает, что там внизу что-то есть, как вдруг... Хотя я снова-таки предположил, знаете, типа, к ноге. Понял меня? Я тебе сейчас расскажу, как правильно работать. А сам сидит, знаете, типа, воин, типа, как это сказать? Одинокий самурай. Такой, типа, к ноге. Я сейчас тебе расскажу, как правильно вести битвы. Земля затряслась и начала уходить вниз. Но камерамен успел отлететь на своём джетпаке. Оказалось, что под землёй находился механизм, который открывает большой проход наружу. Отряд уже на готове. Из-под земли вылетает два скибедиста, которые объединены в вертолёт, и они везут огромный контейнер. Есть множество теорий, что в нём может находиться. Об этом я расскажу позже. Агенты стреляют по скибедистам в надежде их сбить, но им удаётся улететь, как вдруг агенты слышат, что внизу также есть что-то более грозное. Из-под земли вылетает скибедист Джимен. Он заряжает лазеры и выстреливает ими в отряд агентов. Взрыв был настолько мощным, что наш оператор чуть не погиб. Он видит, как Джимен также уничтожает вертолёт агентов. Тоже обратите внимание, у него реактор внутри. Прям такой же, как у наших типа титанов. Они, блин, натырили всё же только можно. Всё взяли. Очки нацепили, реактор прицепили, пушки прицепили. Всё как надо, понимаешь? Далее мы видим знакомого. Надо теперь научиться, а это было бы неплохо, кстати, подметить создателям сериала, выкачивать энергию из реакторов соперника, чтобы самому ставать сильнее. Как бы передавать-то они умеют, а именно вот, знаете, увидел, впитал, и всё, и он такой, типа, просто железя какая-нибудь, трясущаяся, и больше ничего сделать не может. А ты такой, раз-раз-раз, пальцем клацну, но он улетел. Тел гибрида с циркулярной пилой из 66 серии. Он держит и разрезает ремонтного камерамена. Также он приобрёл новое оружие, лазерную пушку, которой он добивает лежачего камерамена. Джимен бровями показывает ему, что он отлично справляется. И гибри... Что это за... Он скорее к нему заигрывает. Это он не говорит, что он хорошо справляется. Скорее, ух ты, какое у тебя тело. Набери меня вечером, хорошо? Поиграем с тобой в маленький туалет, большой туалет. Рит улетает. Кстати, в этой сцене мы видим ещё троих знакомых персонажей. Во-первых, это скибедист-диджей, который встречался... Видели, какой печальный лежит? Ранее, в первой части 70 серии, когда его разобрал астрский бедист, видимо, ему удалось спрятаться. Но видно, что без его колонок ему немного грустно. А также, вместе с остальными скибедистами, мы замечаем скибедиста со сварочной маской и скибедиста в защитном шлеме, которые преследовали агентов во второй части 68 серии. Джимен замечает нашего оператора и ещё раз выстреливает в него лазерами, отчего на того падают обломки ангара. По глючному изображению понятно, что оператор сильно ранен, но он успевает заметить, как Джимен улетает, а потом к обломкам подлетает астрский бедист. Кстати, это тот самый астрский бедист, который сражался с титанами А как ты их различаешь, ё-моё, они же все на одно лицо. В первой части 70 серии он осматривается в поиске чего-то, а потом улетает в том же... Ну, а это ж не тот, который был на писуле, который подписал с ним профессор. Это два разных. Или один и тот же. Я всё время путаюсь, потому что их несколько, и они между собой очень похожи. ...направление, что и Джимен с остальными скибедистами. На этом серия заканчивается. А теперь рассмотрим эпизод поподробнее, и я построю свои теории. Что же было в том самом контейнере, который Джимен решил унести с собой? Во-первых, данный контейнер из самого Джимена в лаборатории мы уже видели в дополнительных эпизодах 69 серии. Там... В натуре, блин, но мы на него не обратили внимания просто. Джимен руководил скибедистами и отдавал приказ вывести контейнер. Но что же в нём такого важного? Как по мне, именно в нём спрятаны какие-то технологии астроскибедистов, которые и помогут Джимену спастись от них. Ведь они уже готовы его прикончить. Также в конце астроскибедист ищет именно этот контейнер. Ведь не хочет, чтобы их технологии попали в руки к агентам. Откуда у обычных скибедистов эти технологии может объяснить тот самый документ? Вот смотри, на документе вот два только шулетала перед нами, вы видели. Один с кругом, другой с вот этими лапками странными. И у обоих лица одинаковые. Где изображён учёный и астроскибедист. То есть ты хочешь намекнуть нам, что Джимен на данный момент это враг астроскибедистов. Ну то есть это скорее третья сторона теперь стала, потому что он боится и из-за этого стырил контейнер и свалил. Видимо, по нему был договор, что учёный отдаёт астроскибедистам часть найденных технологий, например, те самые книжки с технологиями ТВ-менов, а в обмен получает что-то у самих астроскибедистов. Джимен очевидно захотел под шумок забрать всё это перед носом о астроскибедистов, чтобы обезопасить себя. Но куда же он полетел? Скорее всего, у него уже был план по отступлению на какую-нибудь секретную базу. Именно там он сможет применить сворованные технологии, например, на самом себе. Если Джимен улучшит себя при помощи их, то станет очень грозным противником, даже против троих Титанов. Но что же будут делать агенты? Мне кажется, они тоже последуют за Джименом. Ведь он остался... Вы знаете, вот я сейчас смотрю на кадры самых-самых первых серий, и так грустно что-то стало. Раньше они были такие какие-то более... Ну, я не могу их назвать жизнерадостными, там постоянно перестрелки происходят. Но они были более что ли сказочными, не такими реальными. Понимаете, к чему я веду? Да? Они были как будто это игра, как будто это все лишь часть какой-то типа сказки. А сейчас все приобрело такие масштабы, что просто ты смотришь это как на реальную сводку новостей. Со последним руководителем земных скибедистов, возможно, именно у базы Джимена, Титаны вновь столкнутся с астровскибедистами и поймут, что им нужны улучшения. Серия получилась довольно богатой на события, и она является практически частью прошлой серии. Но при этом, кстати, я хочу это отметить, это тоже классно. Я надеюсь, что это сохранится в дальнейшем. Серия длилась две минуты почти с половиной. Не минуту! Не минуту, как они привыкли! А благо, они начинают выпускать серии пообъемнее. Ну, это же намного интереснее. Ну, может быть, мне намного интереснее, но мне как бы хотелось бы видеть что-то более чем одна минута, типа, и потом сидеть выуживать из этой вот одной минуты какие-то детали мелкие. Классно, когда вкладывается большой сюжет, большая какая-то тема. Но все-таки я надеюсь, что канал Дафака будет развиваться и увеличивать объемы серий и увеличивать объемы хронометража внутри серии, чтобы мы получали больше удовольствия. Ведь события 70-го эпизода получились довольно масштабные, и Дафак решил показать, что же происходило в другом месте в то же время. А на этом все. Ставьте лайки, пишите... А мы идем к следующему разбору, правильно? И так как это была запись со стрима, а в записи со стрима я не вставляю рандомные комментарии, но был один случай, которым я хочу поделиться. Егорка забросал меня деньгами на стриме, поэтому в качестве своей маленькой благодарности я выставлю реакцию на его деньги прямо сейчас вот здесь на канале. Так что, Егорка, если ты будешь смотреть это видео, я тебе безумно благодарен. Ха-ха-ха. Лучший ютубер, для тебя не жалко все видосы смотрю. Да ладно. Штуку мне закинул! Егорка, ты мне штуку закинул! Ты что, все деньги свои забрал, дружище, ты чего? Ха-ха-ха. Ребята, мне штуку, по-моему, мне штуку еще не закидывали. Самый первый, кто забросил мне больше, чем штука. Ну, по факту, то есть, больше равно штука. Спасибо тебе, дружище. Ребята, штуку мне закинули одним донатом. Любимый, держи еще. Ты чего? Ха-ха-ха. 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 Ребята, вы шо? Егорка меня забрал. Два камня, чувак, только что отправил в течение пяти минут. Ха-ха-ха. Ой, Егорка, дружище, да я с ума сошел с такими этими. Перестань. Ты что? Это просто безумные деньги. Спасибо тебе, дорогой. Ха-ха-ха. Ты что? Ты все деньги, наверное, потратил на меня, только что одним маком. Вот это ты даешь. Тысяча. Любимый, прости, это последний, жду, шабеша. Егор, Егорка, что ты делаешь? Шо ты делаешь со мной? Реально кинул штуку. Егорка, умничку у тебя. Ты четвертую тысячу забросил мне. Четвертую тысячу мне бросаешь. Ты же сказал, у тебя это было последнее. Откуда у тебя деньги? Егорка, Егорка, шо ты делаешь со мной? Егорка, умничка у меня. Однозначно, сто процентов. Братишка, можешь в ролике упомянуть. Егорка, шо ты делаешь? Боже, победили свою денежку. Нет, пожалуйста, не говорите, что это Егорка. Егорка, люблю, целую, обнимаю, больше не закину, прости. Ты что, с ума сошел? Егорка, вот это ты даешь, сколько ты мне всего забросил? Сейчас там написано, шестька. Шестька. Наконец-то, DefoBoom опубликовал 71 серию скибить и туалет. В нем мы увидели очень много неожиданного и интересного, а также он не забыл разбавить это все дело танцем спикерменом. Просто для прикола. Да нет, это не может быть просто для прикола, это для чего-то особенного было сделано. Наверное, чтобы подчеркнуть состояние о том, что они уже все типа да мы победили, мы уже все нормально, можно расслабиться, можно потанцевать, а потом ровно в этот же момент отгребли. Очень даже знатно. Вы знаете, какую новую способность показал нам Тима Титан? Что случилось с Жименом и как он успел улучшиться еще сильнее за столь короткое время? А также, почему Астротуалет, увидев недобитого агента, просто посмотрел на него и не стал убивать. А он думаешь, он реально нас увидел? Потому что он так как бы, ну в теории, посмотрел на нас, но как ты поймешь по разбитому телу вот такому с камерой лежащему, что он выжил? Он скорее просто глянул типа, ну ладно, и пошел. Но и самое главное, что же находилось в этом контейнере, который увезли из лаборатории? На эти и на многие другие вопросы я сегодня дам ответ. Поэтому смотрите от начала до самого конца. чтобы ничего не пропустить. И конечно, поставьте лайк под этим видео. Так как если мы наберем 50 тысяч лайков, то я выпущу еще одно видео с дополнительными деталями. И мне тоже поставьте лайк. Не забывайте, всех поставьте лайк, всех кто только можно, поставьте лайк. Мне будет очень приятно. И подпишитесь на канал, если вдруг не подписаны. Ну а мы, давайте начнем с первых. И пока, подожди, далеко не ушли, снова-таки мне нужно напоминать о том, что если есть какие-то детали, которые мы только что уже осознали, посмотрели, услышали у другого разборщика, мы разборщика, мы на этом стопаться не будем, будем идти больше к тому, что нас действительно удивит. Секунд мы можем заметить, что эта серия происходит в одно и то же время, что и третья часть 70 серии. И с учетом того, что эта серия длится 2 минуты, а третья часть, как вы помните, длится аж 6 минут, это означает, что Джиммен на 4 минуты раньше улетел из... И даже с учетом того, что Тиммен Титан и Спикермен Титан, как мы увидели в конце 70 серии, уже улетели, скорее всего в сторону Джиммена, они его все равно не успеют догнать. Но сейчас пока что, давайте поговорим о Пио Виках, Камармене, который смотрел за Монтузменом. На его планшете мы можем заметить, что у него нет нумерации, хотя раньше ДФП обычно указывал, к какому именно Камармену принадлежит планшет. Поэтому данный Камармен... Вы в такие детали рассматриваетесь? Серьезно? В нумерацию на планшете? Так это первый пациент... Как это называется? Нулевой пациент. Знаете, это чем? Ну то есть, если появляется какой-то новый вирус, новая болячка или еще чего-то, есть обязательно нулевой пациент, это человек, который самый-самый первый заболел. Если тут нету нумерации, значит нумерация 0-0-0. Поняли? Важен для сюжета, что он даже не стал заморачиваться и указал, что он просто Камармен. И еще одна интересная деталь в этой сцене, это, конечно же, надпись Connection Lost и помехи. Как вы помните, именно в момент этих помех, в 70-й серии, Вандузмен стал невидимым, и справа сверху была надпись Recording Error. Как я предполагал в своих прошлых анализах, как только Defu Boom или его помощники внедряются в головы камерменов, то на всех устройствах, которые транслируют камеру, моментально теряют связь. Запомните этот факт, он нам еще пригодится для моей следующей теории. После этого мы видим, как именно сломался один из экранов Тивимена Титана. Как вы помните, еще в 70-й серии мы это заметили и гадали, чьих рук это все-таки дело. Дошло до того, что мы уже думали о настоящей битве с каким-нибудь Астротуалетом или Джименом. Было бы круто, если бы против него вышел какой-нибудь новый злодей. Но, увы, это не так. Однако, что-то подобное может случиться в игре Project. Оказалось, что все намного проще, чем нам казалось. Оказывается, его сломала одна из ракет скибези ракетчика. Но что самое грустное в этом, это то, что походу данный экран больше не сможет летать на своем джетпаке. Ведь Тивимен Титан его поднял руками и поставил на место. Что возможно, этот телевизор нужно будет полностью заменить, а не просто менять экран. Конечно, после такого инцидента Тивимен Титан разозлился и сказал вот эти слова. На русский это примерно переводится как ну ты не вижу, ты умрешь. Что-то такое. Но оказалось, что это еще не весь арсенал. Мы тут видим, что еще несколько ракетных установок тоже начали кидаться ракетами. Спикер Мэн Титан и Камар Мэн Титан начали обстреливаться, чтобы взрывать их на подлете. Но, к сожалению, их мощи не хватало, чтобы попасть во всех. И поэтому один из Титанов решил скинуть все на друзей. Молодец. Надеюсь, у вас нету таких друзей в компании, в классе, в школе, в универе, на работе, где угодно. Однако Тивимен Титан противострелил очень крутую новую способность. Забрасывает друзей ракетами. Сним движением своего меча он отключил возможность летать всем ракетам. И они одновременно начали падать. Кстати, если замедлить этот момент, можно заметить некий энергетический купол вокруг Тивимен Титана. Выглядит это как щит. Но мы можем заметить, что ни одна ракета даже близко не была к этому щиту. И данная способность сработала на расстоянии. В этот же момент ПОВ Камармен погибает от одного из падающих ракет. И оказывается, что другой Камармен просматривал его камеру на своем палашете. Где можно заметить надпись Камера Оффлайн. Такую надпись мы видели и после смерти Вантузмена. Так что Вантузмен точно вымер. И у кого были сомнения на этот счет, то Дэвпун еще раз нам намекнул, что Камера Оффлайн это означает сразу пресс-ф. Блин, жалко. Хотя хотелось, хотелось чтобы типа ну может где-то реально они там восстанут как Ангелы такой туалетный Ангел я не знаю будет с Вантузом летать с крыльями спасать наших героев или будет появляться только у определенных героев типа перед глазами. Ну я все-таки я сам рассчитывал на то, что Камера Оффлайн это всего лишь типа поставили на паузу. Ну да, тут уже никуда не выкрутишься. Однако опять-таки по моей теории он умер только физически и ментально он... А шо это был за кадр? А это где они сидели в этом скажите мне в госпитале это где-то было? Еще вернемся в серию. Это наверное было в дополнительной серии которую я не посмотрел да? И кто не смотрел мои видео по этому поводу обязательно посмотрите после анализа. Био Ви Камермен поднимает голову и видит взрывы за горами. Учитывая, что это случилось сразу после сцены с титанами это означает, что предыдущая локация очень близко к этой. И в принципе если бы титаны остались там чуть дольше в теории они бы могли заметить Джимена который выйдет чуть позже. однако по плану им нужно было пойти к ученому чтобы на всякий случай он не успел уйти с крыши они ушли оттуда. И в это время Джимен из кипятитуалета с контейнерами успешно убежали. Но давайте сейчас вернемся к этой стене. Мы тут можем заметить много Камарменов с красными пушками и туалетными бумагами которые как мы знаем из 70 серии являются гранатами. Эти Камармены являются неким спецназом. Самураи? А посередине можно заметить также спикермена в черном который танцует танец из игры Fortnite. Потому что Fortnite это топ. Это не впервые когда спикермены флексят и дарят хорошее настроение нам, зрителям. Самое интересное что я еще у эпиков скачал себе сейчас на комп как этот Рокет Лидж Рокет Лидж Лидж Короче где машинки ездят играют в футбол. Рокет Рокет Лиг Лига Рокет Ну вы поняли блин я не могу высказать как она правильно называется еще в нее буду играть буду кайфовать своими крутыми движениями и танцульками однако в этот раз мне кажется этот спикермен будет являться еще и важным для сюжета персонажем ведь после потери Вантузмена и темного спикермена Дефу Буму нужно плавно добавлять новых героев и учитывая что он одет полностью в черную одежду а не как обычный спикермен с белой рубашечкой эта теория может стать реальностью в будущем еще хотел бы обратить ваше внимание на очень важную деталь о которой многие не говорят обратили внимание что мы находимся снова в аэропорту как это было в 60 серии и еще в некоторых других сериях и я нашел в этих сериях одну очень крутую взаимосвязь которая раскрывает нам секрет астрах туалетов если вас заинтересовала эта теория давайте добьем под этим видео все-таки 50 тысяч лайков только не говори что ты расскажешь в другой раз давай нам сейчас расскажи пожалуйста чтобы я сделал по этому поводу видео да блин ну кому ну прикинь он сказал в следующем видео расскажет ну давай ближе хорошо к тому что ты уже сейчас выяснил и давай можешь сейчас нам поведать вам оно точно понравится чуть позже мы видим еще одного спецназовца которого нам еще показывали в спойлере и нам сразу же показывают и домофон на скале которую также можно было заметить в спойлере а судя по жестам этого спецназовца данная местность является прикрытием и под ней находится помещение буквально через секунду после этого внезапно этот потайной выход начинает открываться сначала из него уходит два скибди туалета вместе с контейнером внутри него мы пока не знаем что он находится но я попытаюсь рассказать вам свое мнение учитывая совещание Джимена с рабочими которых кстати тут можно было заметить а также то что он трусливый и это он показывал неоднократно его план скорее всего заключается убежать из лаборатории даже не пытаясь защитить ученого ведь в момент когда он улетает ученый еще не умер я напоминаю и он бы мог успеть его спасти если бы было желание он даже не попробовал однако ну как обычно блин он решил по хитрому убежать и для этого захватил с собой контейнер с самыми важными по ходу книгами и технологиями из лаборатории и с ним же вместе были рабочие которые также очень нужны Джимену ведь главная лаборатория захвачена агентами и чтобы раз из кемиде туалетов хоть как-то продолжило свое выживание ему предстоит создать с нуля еще одну лабораторию так что этот контейнер очень важен то есть ты хочешь сказать что там просто там инструкции по созданию новой лаборатории Фордил говорит что там какие-то супер нанотехнологии астроскебедистов кто будет прав узнаем естественно в следующей серии но два абсолютно разных мнения по этому поводу получается еще одно предположение что может быть в контейнере как мне кажется там могут быть еще и заложники в виде агентов или же даже людей ну про людей конечно это вообще не факт но про агентов очень даже вероятно ведь мы уже видели в 70 серии как скипетитуалет использовал тело убитого камермена для обмана и в ситуации в которой находится сейчас Джимен ему нужны дополнительные гарантии чтобы не умереть возможно в самый опасный момент он раскроет свои карты и будет шантажировать заложниками чтобы его не убили если это правда то думаю в заложниках он будет держать не обычных агентов а тех кто нам запомнился например тот же влюбленный камармен которого нам давно не показывали или тело красного камармена и других популярных агентов которых мы не видели в 70 серии когда Джимен поднимается мы видим его улучшение по бокам у него снова добавились лазеры и шутка про то что у него будет миллион лазеров в будущем уже по чуть-чуть становится знаете правдой с такими темпами уже не останется места наверное чтобы показать все его лазеры в одном кадре к сожалению кстати он успешно убивает очень огромное количество агентов и камеры вертолетов и тут же мы можем заметить скибеди человека которого мы в последний раз видели в 66 серии как вы видите он тоже улучшился и сзади него можно заметить два меча а также лазер на правой руке как мне кажется в момент совещания с Джименом рабочие попытались все оставшиеся боепропасы которые нашли прикрепить к выжившим скибеди туалетам чтобы не пропало и именно поэтому мы видим эти улучшения в таких количествах на фоне мы видим как летят рабочие и еще и диджея кстати мы видим которого в последний раз мы видели в первой части 70 серии кстати изначально я думал что это астротуалеты но потом посмотрел внимательней и понял что нет просто их руки очень похожи на руки астротуалета из первой части 70 серии после всего этого Джимен бровями кинул респект скибеди человеку по ходу за его убийство и напоследок он делает контрольный удар по нашему бедному певе камермену который от удара падает за какие-то завалы но его камера еще некоторое количество времени показывает нам что происходит далее и мы можем успеть заметить что Джимен улетает в направлении контейнера а спустя 2 секунды приходит астротуалет по его глазам видно что он заметил пиовика мармена однако не стал ничего делать ну смотрите астроскибедисты они обладают невероятной скоростью там типа сверхзвуковой сверхсветовой типа они способны очень быстро перемещаться если бы там действительно лежало что-то очень важное в этом контейнере то никакой бы вертолет из скибедистов не унес бы далеко это астротуалета он бы прилетел и быстренько раскидал бы налево направо как минимум бы уничтожил этот скажите мне вертолет и упал бы этот контейнер где-то там в поле он бы потом разобрал его на части нет он даже не стремился поэтому у меня есть своя собственная теория что они действовали вместе а он просто приехал и посмотрел все ли хорошо тут зачистено зачищено или можно можно ли просто валить теперь с этой территории и где-то дальше развиваться сперва может показаться что он это не сделал так как просто было лень ведь он и с титанами не начал нормальную битву до конца но на самом деле видали вот ну дверили скорость понимаете про что я говорю на деле тут я думаю другая причина он пришел и остановился именно над этой потайной дверью и глазами как будто искал что-то важное как будто что-то потерял а после того как понял что то что ему нужно здесь уже нет он тоже поехал в сторону Джимена мне кажется он искал как раз таки контейнер да нет ну ребята ну блин ну смотри как вот эти вот полчаса взлетают а этот раз и долетел и там есть кое всю планету может облететь по кругу несколько раз найти ваш контейнер и несколько раз раздать люлей вот этим вот маленьким туалетикам что что нужно даже для астротуалетов по хронометрижу если обратить внимание эта сцена происходит почти в тот же момент когда ученый уже в ловушке и все агенты с титанами рядом с ним а учитывая что главный астротуалет имел некий договор с ученым мне кажется содержащие в контейнере как-то связано с технологиями астротуалетов и получается что скорее всего он узнал о массовой атаке на ученого и понимал что тот не выживет против трех титанов и решил найти тот контейнер ведь без ученого его могут украсть но когда он пришел уже было поздно и он успел заметить только Джимена который побежал в ту сторону контейнер же увезли чуть раньше кстати Джимена не любят астротуалеты это мы знаем из 60 серии и после смерти ученого не сложно догадаться что ему теперь нужно скрываться от обеих рас а не только от агентов и именно поэтому он даже не стал пробовать спасти ученого и понимал что его шансы равны нулю скорость астротуалета намного быстрее чем скорость Джимена но учитывая что Джимен успешно убежал от титанов в 57 серии и учитывая что его титаны нашли только в 65 серии спустя 8 серий и то его фейк версию думаю при учете его предыдущего опыта скрыться от астротуалетов на какое то время ему так же удастся дополнительная деталь да знаете это была финальная серия 23 сезона так что скорее всего как обычно дафугбум выпустит этот сезон и покажет нам дополнительные секретные сцены аааа так это еще не все будет еще что-то что мы должны узнать который раскроет еще больше деталей которых нам так не хватает так что обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить мой разбор как только выйдет сезон а также не забудьте про видеоролик с теорией про антузмена если еще не смотрели очень рекомендую короче мы все поняли пока все очень непонятно шо они выволокли куда они упетляли вместе ли они действительно работают джимен и этот или не вместе расстроен ли был джимен этот астроскибедист что уволокли у него что-то из-под носа или он действительно просто пришел там посмотреть все ли хорошо можно ли улетать и не надо ли кого-то еще больше добивать ну в общем все это будет только впереди вы все это прекрасно понимаете как и я а если тебе понравилось смотреть со мной новых скибедистов не забудь подписаться на мой канал а также влепить лайк под видео сбежать в мой инстаграм телеграм и на игровой канал а с тобой был Дима Типа Топ пока